Приветствую наших дорогих студентов. Сегодня мы продолжаем с вами уже четвертую лекцию о истории комического движения. И мы уже вторую лекцию будем посвящать Всемирному Совету Церквей, поскольку это самая большая в мире экуменическая организация. Под ее зонтом находится очень много церквей, которые сотрудничают в рамках этой организации «Одна за руку». Поэтому мы посвящаем ей две лекции. Мы говорили о ее истории, о ее происхождении, как низовые такие экуменические движения привели к ее организации. И сегодня мы поговорим уже о ее современном состоянии. Что же из себя на сегодняшний день представляет Всемирный Совет Церквей? Когда он только организовывался, это было на Первом Собрании в 1948 году, там присутствовало только 147 церквей-членов. На сегодняшний день Всемирный Совет Церквей состоит из 348 церквей-членов, которые представляют разные конфессиональные семьи. Это и евангелические, и англиканские, и православные церкви, которые объединяют во всем мире около 560 миллионов верных из 110 стран мира. В финансовом плане больше всего, конечно, дают германские церкви, в то время как самым большим участником, самой большой церковью, которая состоит в Всемирном Совете Церкви, является Русская Православная Церковь. Сейчас мы скажем несколько слов о самой структуре Всемирного Совета Церквей. Мы понимаем, что это большая организация, за тем, что находится церковь со всего мира, поэтому ее структура достаточно большая, громоздкая и сложная. На сегодняшний день, как мы уже говорили, она состоит из 348 церквей-членов, которые проводят каждые 8 лет Генеральную Ассамблею. Генеральная Ассамблея – это главное законодательное собрание, которое заслушивает отчеты от разных комиссий, от разных подотделов, которые занимаются разной деятельностью. Она выбирает Центральный Комитет. Центральный Комитет является наивысшим органом Всемирного Совета Церквей в период между созывами этих Генеральных Ассамблей, которые, как я уже говорил, проходят каждые 8 лет. Также выбирает она направление деятельности на этот период до следующей Генеральной Ассамблеи. Выбирает она также Генерального Сесекретаря. Центральный Комитет, в свою очередь, выбирает Исполнительный Комитет, который созывается каждые полгода. В состав Всемирного Совета Церквей, кроме комиссий, подкомиссий, входят также консультативные единицы, и кроме них также разные аффилированные единицы. Всемирный Совет Церквей делится на национальные Советы Церквей, региональные Советы Церквей, христианские общины в мире, какие-то специализированные сослужения, а также международные коммунические организации. До 9-й Ассамблеи, которая состоялась в Порту-Алегри, это в Бразилии, в 2006 году, принцип принятия решения был простым большинством. То есть решение принималось, если голосовала большая половина делегатов. На этой же конференции было в 2006 году принято решение принимать решение только в форме консенсуса. То есть решение является принятым только тогда, когда за нее приголосовали единодушно все делегаты. Генеральным секретарем на сегодняшний день является норвежский пастор Олаф Фюксет Вейт. Он был избран 27 августа 2009 года генеральным секретарем и переизбран уже в 2014 году и является генеральным секретарем до сегодняшнего дня. Сибирный свет церквей ведет свою деятельность в очень разных направлениях. В его составе находятся три программных подотдела. Первый программный отдел носит название «Вера и свидетельство». В его состав входят следующие комиссии. Комиссия «Вера и церковное устройство». Как мы помним, это было одно из тех движений, которые сформировали сам Всемирный совет церквей. Комиссия всемирной миссии и евангелизации тоже. Рабочая группа церковь и общества. И рабочая группа диалога между представителями религии. То есть мы видим, что Всемирный совет церквей уже расширил свою деятельность также и до межрелигиозного диалога. Второй программный отдел, который носит название «Справедливость и служение», туда входит комиссия церквей из международных дел, комиссия межцерковной помощи, службы для беженцев и мира, комиссия церковного служения и развития, комиссия программы борьбы с расизмом, христианская комиссия здоровья и экономический кредитный фонд. То есть мы видим, что Всемирный совет церквей очень сильно заангажирован, прежде всего, в социальном служении церкви и в миссиях. Кроме того, в компетенции третьего программного отдела по образованию и обновлению входит Экумический институт в Босе. Это институт, где могут учиться студенты со всего мира, изучать экумические науки. Он находится в небольшом городке Босе. Это пригород Женевы. Я бы хотел также привести некоторые моменты из устава Всемирного совета церквей, чтобы мы имели общее представление о том, чем он дышит на сегодняшний день. Потому что мы уже воспоминали о документе из Торонто 1950 года о церковь, церкви и Всемирном совете церквей. Но устал, претерпевает изменения, развивается. Поэтому я бы хотел несколько моментов из него сегодня огласить. Детализированная формулировка, принятая в ассамблее в Хараре 1998 года, гласит, что главная цель общения церквей во Всемирном совете церквей — это призвать друг друга к видимому единству в одной вере и в одном евфористическом общении, выраженном в поклонении и совместной жизни во Христе, посредством свидетельства и служения миру и продвижения к этому единству, чтобы мир мог поверить. Единство, миссия и экумические отношения. В основе работы Всемирного света церквей лежит стремление к видимому единству христиан, которые стремятся наладить глобальное общение церквей, которые стремятся к более глубокому пониманию друг друга, к развитию более широкого диалога, к созданию общин, основанных на справедливости и мире. Всемирный света церквей является наследником столетнего участия церквей уже в действующих местах в миссии и евангелизации. Хотя миссия всегда означала явное свидетельство о Евангелии, она все чаще рассматривается как способствование солидарности и уважению человеческого достоинства. То есть диалог между церквями — это не только богословский диалог, но скорее диалог в социальной сфере, совместное свидетельство, совместные акции в социальной сфере для того, чтобы помочь миру преодолевать его проблемы и таким образом свидетельствовать о Христе ему. Всемирный совет церквей старается наладить диалог не только между церквями, которые входят в его состав, но также и с теми конфессиональными семьями, которые в его состав на данное время не входят, скажем, с рима-католиками, с разными общинами пятидесятников. Кроме того, Всемирный совет церквей старается наладить также межрелигозный диалог. Померить его, как диалог между церквями, которые входят в Всемирный совет церквей, становится более интенсивным, церкви более и более открывают одна другую, все более выходят на явно также и проблемные вопросы, которые существуют между ними, и Всемирный совет церквей призван для того, чтобы ломать эти прегородки, которые существуют на данный день между церквями. Но, тем не менее, ни в коем случае ни одна церковь не может принуждаться к принятию решений, которые противоречат ее внутренним убеждениям. Церкви остаются свободны в своих решениях, в своих движениях, и они эти решения могут или принимать, или не принимать. Еще раз хочу повторить, напомнить о том базисе или о том основании, признавая который, церкви могут вступать во Всемирный совет церквей. Всемирный совет церквей представляет собой Содружество церквей, которое исповедует Господа Иисуса Христа как Бога и Спасителя, согласно Писаниям, и поэтому стремятся к тому, чтобы вместе исполнить свои призвания во славу единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Какими же являются, согласно уставу Всемирно-святой церкви, ее функции и цели. Сейчас мы их перечислим. Всемирный совет церквей организован для выполнения следующих функций и целей. Первое. Призывает церкви к осуществлению видимого единства в единой вере и едином и фористическом общении, выраженному богослужению и общей жизни во Христе, а также способствовать этому единству, дабы мир уверовал. Второе. Способствовать совместному свидетельству церквей везде и всюду. Третье. Поддерживает церкви в их всемирной миссии и в ангельской задаче. Четвертое. Выражать общую заботу церквей в служении человеческим нуждам, преодолении барьеров между людьми и укреплении единой человеческой семьи в мире и справедливости. Пятое. Способствовать обновлению церквей в единстве, богослужении, миссии и служении. Шестое. Устанавливать и сохранять отношения с национальными и региональными церковными конференциями, всемирными конфессиональными и другими организациями. И седьмое и последнее. Продолжать работу всемирных движений вера и церковные устройства, жизнь и труд, а также работу Международного миссионерского совета и Всемирного совета христианского образования. Полномочия, которыми владеет Всемирный совет церквей, это он дает консультации и предоставляет возможности для совместного действия в вопросах, имеющих общий интерес для разных церквей. Он может действовать от имени церквей, входящих в совет, но только в таких вопросах, которые одна или более церквей мог ему поручить и только от их имени. Всемирный совет церквей не может быть законодателем для церквей. Он может действовать от их имени только в случаях, указанных выше, или в таких, которые впоследствии могут быть оговорены церквами, входящими в совет. Но все это, как утверждает Вторая Генеральная Ассамблея, которая состоялась в Эмостоне, близ Чикаго, в 1954 году, являлось только началом. «Шесть лет наши церкви заключили согласие в деле пребывания в общности между собой, но в настоящее время мы вступаем в новый этап. Уже не хватает только единства между собой, нужно идти вперед». Эти слова оказывали на непридимость того, чтобы церкви вышли друг к другу и творили еще более глубокое единство между собой, как и проголосил лозунг Второй Генеральной Ассамблеи «Христос на надежда мира». То есть, несмотря на различия, которые разделяют церкви, общим остается вера в Христа, на основе которой исследовать, продолжать поиски единства между ними. Как мы уже вспоминали, на Третьей Генеральной Ассамблее, которая состоялась в Нью-Дели в 1961 году, ее лозунгом было «Иисус Христос, свет мира». Благодаря тому, что многие православные церкви вошли в состав Всемирного Святоцеркви, был расширен исключительно христологический базис, то есть, это основа. Однако, этот догматический базис ясно не чертил цели Всемирного Святоцеркви и поэтому уже на Пятой Генеральной Ассамблее, которая состоялась в 1975 году в Найрове, в Кении, было внедрено в устав ясное определение первоочередной цели Совета, которая является служение дел объединения христианства и поле деятельности его охватывает следующие функции и цели. Призыв церквей к реализации видимого единства в одной вере и в одной евхаристической общине, что проявляется в богослужении и в совместной жизни во Христе и следования к такому единству, чтобы мир уверовал. Продолжение следует...